Лукашенко в переговорщике, что говорят в Киеве и Вашингтоне о контрнаступе и мирном процессе. Спустя три недели после начала контрнаступа в Минобороны Украины заявили, что ждать Блицкрига не стоит, да и в целом ожидания от наступления ВСУ были завышенными. То, что украинская армия столкнулась с трудностями, признали и в Вашингтоне, а между тем в Киеве заговорили о мире. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключил участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по мирному урегулированию. О войне, мире и вынесенных уроках рассказываем в обзоре Билта. Это не Блицкриг, что говорят о контрнаступлении в Киеве. Глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу «Фокс Ньюс» признал, что ожидания от контрнаступления ВСУ оказались преувеличенными. Таким образом, министр подвел своеобразную черту после трех недель с момента начала украинского наступа. Правда, Резников затем добавил, что нынешние действия украинской армии не являются Блицкригом. Это всего лишь подготовительная операция. Сколько украинских солдат погибло в этой операции министр не сообщил. По словам Резникова, россияне выстроили сильные оборонительные линии. Ранее на это обращали внимание многие западные эксперты. Резников также заявил, что уже в нынешнем году могут произойти события, которые окажут решающее влияние на исход украинского конфликта. «Этот год изменит правила игры», – заявил министр, не вдаваясь в подробности. Резников также подтвердил, что ВСУ надеются захватить территории, которые соединяют Крымский полуостров с остальной частью России. При этом он заявил, что это не является единственным сценарием. Все будет зависеть от того, как сложится ситуация на поле боя. «У нас есть разные сценарии действия на востоке и на юге», – сказал министр. Своими оценками ситуации на поле боя поделился командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. В интервью британской газете The Guardian он заявил, что российские военные предугадывают передвижение украинских войск. И выстраивают оборону, которую довольно трудно пробить. «Россияне пытаются перехватить инициативу, так что ситуация действительно сложная», – констатировал Сырский. Он, как и Резников, заявил, что армия Украины пока не задействовала свои основные силы. Так, в резерве ВСУ находятся танки Challenger 2, которые Киев получил от Великобритании. Заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что активные боевые действия будут продолжаться еще 2-3 месяца. «На весь год давайте не будем прогнозировать. Скажу так, в ближайшие 2-3 месяца будут активные боевые действия, как наступательного, так и оборонительного характера. Тем не менее, мы будем ориентироваться на середину лета», – цитирует с Кибицкого ТАСС. Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, по сути, обвинил в неудачах с контрнаступом западных партнеров. По его словам, промедление с поставками Киеву вооружений дало время российской армии выстроить линию обороны. «Время, потраченное на то, чтобы убедить наших партнеров предоставить необходимое вооружение, нашло свое отражение в специфических российских укреплениях, построенных в этот период, глубоко вырытой линии обороны и системе минных полей. Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», – написал Подоляк на своей странице в Твиттере. Он добавил, что теперь не стоит ждать быстрых результатов. Контрнаступление – не новый сезон сериала на Netflix. Привел аналогию Подоляк. Есть трудности. С какими оценками выступил Блинкен. О том, что украинская армия столкнулась с трудностями при ведении контрнаступления, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. В интервью телеканалу CNN 25 июня он заявил, что операция в СССР может продлиться недели или даже месяцы. «Оно трудное, там непростая местность», – рассказал Блинкен о контрнаступлении. Вместе с тем, он считает, что у ВСУ есть все необходимое для достижения успеха. Глава Госдепа отметил, что российские войска в последний месяц заорганизовали оборону. Однако у ВСУ есть четкий план, и они его придерживаются. Блинкен также не смог обойти историю с ЧВК Вагнер. По его мнению, эта ситуация создала определенные преимущества для Украины. Киев регулярно информирует Вашингтон о ходе контрнаступления. В минувшие выходные состоялся телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена, а также переговоры глав оборонных и внешнеполитических ведомств двух стран. В частности, сообщалось, что Зеленский обсудил с Байденом расширение поставок Киеву оружия большой дальности. По словам украинского президента, стороны также обсудили работу по реализации так называемой «формулы мира», предложенной Киевом, и подготовку к саммиту мира. Также в течение выходных состоялось сразу два телефонных разговора главы комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли и главкома ВСУ Валерия Залужного. Стороны обсудили ход российской спецоперации, обменялись прогнозами и оценками. Других подробностей не приводится. Лукашенко в переговорщике. Что известно о мирных планах Киева? В Совете нацбезопасности и обороны Украины не исключают участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом 25 июня заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, группа потенциальных российских переговорщиков уже сформирована, но на данный момент остается неизвестной. Тем не менее, он допустил участие Александра Лукашенко в мирном процессе. Каких-либо подробностей глава СНБО не озвучил. Напомним, что Беларусь выступила с мирными инициативами еще в первые дни украинского конфликта. Александр Лукашенко лично вел переговоры с лидерами Украины и России с целью остановить боевые действия. В итоге на территории Беларуси удалось провести несколько раундов переговоров делегаций России и Украины. Затем стороны провели очную встречу в Стамбуле. В конечном итоге украинская сторона в одностороннем порядке вышла из переговорного процесса. Ранее офицер главного управления разведки Минобороны Украины Денис Десятник заявил, что нынешний конфликт рано или поздно завершится переговорами. Говорить, что мы сейчас всех 100% выгоним за границы 1991 года и завтра мы победим – это полная чушь и бред. Все равно будут переговоры. Все войны заканчиваются переговорами, заявил Десятник. При этом он отметил, что по итогам переговоров Украина может передать России некоторые территории, в частности Донбасс. Такое решение было бы правильным, поскольку население Донбасса является пророссийским и мышление людей не поменять, заявил офицер Гур. Между тем, немецкое издание Bild сообщило, что США могут усилить давление на Украину в вопросе переговоров в случае провала контрнаступления. Издание отмечает, что пока рано говорить об исходе контрнаступления, однако очевидно, что украинская армия не смогла добиться прорыва. Страшный сценарий, который также обсуждается за закрытыми дверями в Украине, выглядит следующим образом. Если наступление не увенчается успехом при наличии западного вооружения, то может усилиться давление на Украину со стороны США, чтобы начать говорить о переговорах, приводит выдержку из статьи ТАСС. Немецкий телеканал АРД со ссылкой на источники сообщил, что официальные переговоры по урегулированию украинского конфликта могут состояться в июле. По данным телеканала, 24 июня в Копенгагене в условиях строжайшей секретности состоялась встреча представителей Украины, ЕС, Индии, Бразилии, ЮАР. Цель Запада состояла в том, чтобы заручиться поддержкой государств БРИКС, которые придерживаются нейтралитета в вопросе Украины. Позже в Киеве подтвердили, что в Копенгагене состоялась встреча представителей Запада и Глобального Юга. Это станет уроком, как развиваются события в зоне СВО. Тем временем, боевые действия в зоне СВО продолжаются. Замминистра обороны Украины Анна Моляр подвела итоги боевых действий за минувшую неделю. По ее данным, обстановка на юге за прошедшую неделю существенных изменений не претерпела. ВСУ смогли занять территорию в 17 квадратных километров. При этом, по ее словам, российская армия на юге в течение недели 148 раз атаковала украинские позиции. На востоке ВСУ в течение недели имели тактический успех, но воевали также и в обороне. Российская армия наступала на Алиманском, Бахмутском, Авдеевском и Маринском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои. За прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений, рассказала Моляр. Она также сообщила, что ВСУ в конце недели продвинулись на 1-2 километра у Орехова-Васильевки, Бахмута, Богдановки, Ягодного, Клещеевки и Курдюмовки. Об освобождении конкретных населенных пунктов на обоих направлениях не сообщается. Также сегодня стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления западной группировки войск. Министр поручил командующему составу продолжать введение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника. Шойгу также провел совещание с командованием западной группировки войск. В целом министр обороны отметил эффективность действий группировки Запад. ВСУ пытаются наступать на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, отмечается в сегодняшней сводке Минобороны России. В ведомстве сообщили, что военные нанесли удар по складам артиллерийских боеприпасов ВСУ, в том числе иностранных. Все объекты поражены. Кроме этого, уничтожен один из узлов связи ВСУ. Средства ПВО России за сутки уничтожили 19 украинских беспилотников, самоходку «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Паладин» производства США. В Рио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы значительно улучшили свои позиции на Краснолиманском и Авдеевском направлении. Ситуация на флангах в Артемовске сложная, но контролируемая. После серьезных потерь в живой силе и технике ВСУ проводит перегруппировку на Угледарском направлении. В Рио губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что информация о том, что ВСУ якобы закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом, является сбросом. Он отметил, что отдельные мелкие группы ВСУ в последние три дня несколько раз пытались переправиться на лодках через Днепр. Российские силы их уничтожили. Между тем, американский институт изучения войны в своем отчете указал, что события вокруг ЧВК «Вагнер» не оказали существенного влияния на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине. Как российские, так и украинские источники сообщили, что боевые действия продолжались в обычном режиме – вдоль всей линии фронта. При этом российские войска провели относительно больше наземных атак возле Бахмута, чем за последние несколько дней, сообщил американский институт. А в завершение хотелось бы привести мнение американского обозревателя Кристофера Роуча. Контрнаступление Украины не ладится. За несколько месяцев до его начала союзники говорили, что оно будет решающим. Американский генерал в отставке Дэвид Петриус прогнозировал, что украинцы добьются значительного прорыва и достигнут гораздо большего, чем предсказывают большинство аналитиков. Но вместо этого линия фронта едва сдвинулась с места, и Украина потеряла огромное количество людей и техники. «Эта фиаско станет важным уроком для Соединенных Штатов, а также для студентов, изучающих военное дело», – пишет Роуч. Он считает, что Украина и НАТО надеялись на Блицкрик. Они планировали прорваться через территорию Харьковской области. Однако то, что хорошо выглядит на бумаге, не всегда работает в реальных условиях. Десятки танков «Леопард-2» и боевых машин пехоты «Брэдли» – передовой боевой техники НАТО, которую получила Украина – были уничтожены минами, дронами-камикадзе и артиллерией. «Несмотря на хвостовство высококлассным обучением, оборудованием и искусством проведения военных операций, подготовленные НАТО-подразделения показали себя не очень хорошо», – отмечает Роуч. «Альянс имеет недостаточно опыта ведения боевых действий подобного рода, несмотря на то, что вкладывает много денег и энергии в обучение. Вести наступление в подобных условиях – это шокирующее и циничное поведение, за которое расплачиваются рядовые солдаты», – заключил Роуч. Роуч. Роуч.